В Аксубаевском районе Татарстана прошел традиционный праздник чувашской культуры УЯВ. Он собрал представителей диаспор более чем из 40 регионов. Одной из первых на праздник прибыла делегация Чувашия. В этот же день глава республики Михаил Игнатьев встретился с президентом Татарстана Рустамом Минихановым. В Казани глава Чувашия Михаил Игнатьев и президент республики Татарстан Рустам Миниханов обсудили вопросы межрегионального взаимодействия в области экономики, науки и культуры. После чего руководители обоих регионов поспешили в Аксубаевский район, который в этом году стал основной площадкой праздника. Аксубаевский район был и остается местом компактного проживания Чувашии на территории Татарстана. Среди его уроженцев немало известных людей. Николай Поларусов Шелеби – первый народный поэт Чувашии, а Александр Гуляев – первый министр лесного хозяйства Татарской тогда еще автономной республики. Мы помним прошлое, ценим настоящее, смотрим в будущее. Я здесь впервые. У детей глаза горят, соответственно. Значит, родители правильно воспитывают. Огромные слова благодарности папам и мамам. Немало выходцев из соседней республики вписали свои имена в хроники Чувашии. И это очередное доказательство, насколько тесно переплетены истории и культуры наших народов. Глава региона Рустам Миниханов с удовольствием надел рубаху с чувашской вышивкой, которую по обычаю дарят самому дорогому гостю праздника. Ведь такой красивый праздник. Независимо, кто ты такой, какая у тебя национальность, мы здесь все вместе. Я искренне благодарен за такой подарок нашей республике. И желаю, чтобы такие праздники мы проводили вместе. Сегодня в Татарстане проживает около 120 тысяч чувашей. Это третья по численности этническая группа после татаро-русских. Обучение на родном языке ведется в 95 чувашских школах. Действует более 100 чувашских фольклорных коллективов. В День Ява к ним присоединились представители диаспор из более чем 40 регионов, образовав многоголосый хор. Продушные хозяева у Ява для всех гостей подготовили интересные программы. Здесь можно было вдоволь наплясаться и наиграться, попробовать силы в спортивных состязаниях, отведать чувашские и татарские национальные блюда. И еще раз убедиться, как это здорово – жить, работать и веселиться дружной многонациональной семьей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!